Привет, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о последнем ролике Ольги Быковой, который она записала вчера на оба канала. И ролик назывался «Столько молочки. За день мы ещё не готовили. Готовлю целый день на 10 детей». В общем, всё в кучу. Не поймёшь, откуда что начинать и чем заканчивать. Ну, во-первых, Оля, как всегда, опять включила мамушку-заботницу свою и начинает вертаться, возвращаться к своим роликам, которые шли на деревенском канале, которые приносили ей большие просмотры молочки о приготовлении домашней продукции. Но одного Оля не учитывает, что те зрители, которые смотрели её в то время и которые подписывались на то, чтобы что-то взять для себя с этого канала, многие давно ушли. После того, как Оля забросила этот канал, эти ролики, и начала заниматься всякой хренью. Хейтерам эти ролики не интересны, потому что на них не снимешь обзоры. А новые подписчики, которые пришли на канал, они привыкли уже смотреть весь этот трэш, и им тоже неинтересно смотреть такие ролики про молочку. В общем, Оля потеряла свою клиентскую базу, ну а теперь хочет её вернуть. Начинается ролик с того, что Оля одевается в рабочую форму, завязывает платочек, как всегда, когда она раньше была в тех видео. Лёша сидит, терёт глаза, то ли он не выспался, то ли спать хочет, но его оставляют сидеть с детьми, а Лёля отправляется на летнюю кухню. Ролик называется «Готовлю целый день на 10 детей». И в то же время Лёля рассказывает, что у неё появились клиенты, и что она будет возить продукцию в город, и будет много очень продавать этой продукции. Так кому она готовит? Детям, которые, наверное, ни разу не видели творога, не видели ряженки, не видели сметаны. Я, например, смотря её ролики, не видела, чтобы дети ели какую-то молочную продукцию. Те же самые блины, которые из сыворотки, из сыворотки, которая остаётся в изобилии у неё на хозяйстве. Почему бы детям не испечь блины с той же сметаной, с теми же какими-то ягодами, которые хотя бы можно купить, замороженные в Ашане, в Магните, ну, в любом магазине. Нет, мы едим одну яичницу, омлет, слава богу, иногда делаем. Ну, и Надежда стала варить суп. И тоже хотя бы детям какое-то разнообразие в меню. Потом Лёля начинает говорить, что корова у неё в запуске. Практически доится одна корова. И только с одной коровы она получает продукцию и будет продавать её клиентам. Ну, в общем, ни начало, ни конца. Масло масляное. И Лёле самой, наверное, эти ролики поперёк горла встают. Вот, правильно она сказала, что мы... Раньше я занималась переработкой, снимала ролики про переработку продукции, а теперь я решила, что мы будем делать ролики. Утром встали, как у нас проходит утро, как у нас проходит день. Потом у нас проходит... Мы пойдём посмотрим, как идут дела на стройке. Ну, и немножко, значит, продукцией займёмся. Ну, конечно, так легче всего. Снимай то, что видишь. А продукцию надо приготовить. Нужно стоять на летней кухне, которую ты по своей, так сказать, по твоей задумке сделали строители. Ни уму, ни сердцу. Ну, а теперь кто-то виноват, что летняя кухня оказалась холодной. Оказывается, там нужно всю зиму производить продукцию молочную. Оля, ну, с одной коровы, если детям утром, в обед и вечером давать молоко, варить кашу, давать творог от молочной продукции, от вашей, от одной коровы, ничего не останется. Не говоря о том, что там какие-то... Что-то ты будешь клиентам возить. Это очередное твоё враньё. Ты сама снимаешь ролики, не знаешь, о чём ты снимаешь, только чтобы всё в кучу собрать. Ну, и от благодарных мяков получить одобрение, восклицание, какая ты хозяйственная, какая ты... И теперь у меня напрашивается такой вопрос. А если ты от одной коровы впервые так варишь творог, то что ты делала с молочной продукцией, которая, когда у тебя было до иных четыре коровы, или сколько там у тебя, пять коров? Выливала на помойку или кормила поросят этой молочной продукцией? Теперь вдруг ты какие-то обнаруживаешь новые варианты приготовления молочной продукции. А раньше ты что делала? Если ты производила продукцию от четырёх, от пяти коров, то от одной коровы тебе вообще не составило труда никакого. Да и в общем-то и нечего тебе производить продукцию, если ты хочешь своих накормить детей этой молочной продукцией. Они съедят у тебя всё живьём. И молоко с живьём, и кашу манную на молоке. Так что перерабатывать тебе ничего не надо. Но ты всё в кучу собрала. И детей, и клиентов, и коров запуски. Ну и в общем ролик получился ни о чём. Опоздала ты, Оля, со своей вот этой хозяйственностью. Теперь уже очень трудно вернуться ко всему, к тому восторгу, который подписчики тебе на канал писали. Ты уже не та стала, да и подписчики у тебя поменялись. И ещё касаемо вот этой скважины, которую Ольга всякими правдами-неправдами старается протолкнуть. скважину для воды на своём участке. Я что-то вот не понимаю. Оля всё время жалуется, что в ней мало воды, что вода не поступает, что они мучаются, что они бедные, несчастные. Вот, конечно, Оля меня не услышит, но когда, в каком месте у вас нет воды? Если ты считаешь, что дети три раза в ванне не моются, потому что нет воды, это плохо, то, в общем-то, ничего страшного. Детей можно мыть и один раз в день на ночь. И, наверное, в большинстве семей дети моются в ванной, в ванне только лишь на ночь. Если кому-то подмыть задницу, то там воды можно подмыть и в раковине. Ничего в этом страшного нет. Для животных, как ты говоришь про бурена, специальная скважина, то есть животные тоже обеспечены водой. где недостаток воды. И то, что ты меняешь строителей и этих вот бурильщиков, чтобы они там тебе скважину пробурили на большее расстояние, не факт, что там будет вода. Или там будет слой водяной намного слабее, чем слой, которым пользуешься ты. И ты потеряешь только деньги, потеряешь время, ну и ничего, в общем-то, не добьёшься. Поэтому все, кто бурит вот эти скважины, они в той или иной степени работают всё равно в тёмную. И ничего тебе определённо сказать не могут. Одни ушли, потому что не захотели связываться. Вторые пришли, пообещали, но не факт, что они найдут более сильный сильный слой водяной. И как всегда, ты опять останешься у разбитого корыта. И будешь следующую нам сказку рассказывать, опять, чего у тебя там в хозяйстве не хватает. Ну и всё, что я вам хотела сегодня рассказать. До свидания. Всего вам доброго. С вами была Ольга и канал Домик у озера Молдина. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!